друзья всем привет сегодня мой видео обзор будет посвящен новому питомцу я приобрел на рынке город кропоткин ярмарка была приобрел себе нового волнистого попугая он крупный он необычный как обыкновенные есть волнистый попугай у каждого он крупней многие наверняка знают есть выставочные породы попугаев то есть волнистых они крупнее и вот здесь перед нами сейчас будет представлен смесь выставочного попуга и обыкновенного попугаечка то есть получилась модель крупнее не сильно большая не сильно маленькая сейчас сами все увидите пойдемте смотреть обзор друзья вот в такой клеточки разместился мой новый питомец по поводу клетки хочу сказать что можете себе тоже заказать такую клетку я с удовольствием вам сделаю вышлю почтой клетка в длину 47 сантиметров высоту 42 и ширина 30 клетка оборудована стационарной кормушкой пеналом здесь вот металлическая кормушка дно правую сторону здесь вы можете закрепить поилку поилка будет идти в наборе здесь будет дополнительно дверца чтобы подвесить то ли ванночку то ли домик скворечник так называемый для разведения попугаев и центральная дверка также есть дополнительная кормушка я сюда насыпал минеральную подкормку это ракушка песочек мел толченый там не маленький уголек и в общем пока так в дальнейшем изготовим изготовим разместим в данной клеточке для волнистого попугая качелю лесенку несколько игрушек из из этих материалов которые птицам не вредны то есть это не будет являться пластмассом это будут веточки палочки шишки веревочки вот из джута из этого всего можно изготавливать игрушки также буду делать обзор игрушек для попугайчиков все вам буду показывать у кого появится желание приобретете вышлю с удовольствием вам почтой ваши питомцы будут довольны что касается моего нового питомца смотрим внимательно на него вот такие вот у него размеры видите немножко у него изгиб глаз другой лоб у него больше в общем есть у него все задатки все предпосылки чеха у него родители были не стопроцентные выставочные чехи а вот так он выглядит давайте посмотрим лапки видите какие лапки лапки у маленьких молодых пенчиков должны быть такие розовенькие коготочки маленькие этого я сейчас вам показываю чтобы в дальнейшем смогли отличить взрослого попугая от малыша восковица это то что над клювиком видите таким цветом она еще не совсем синяя скорее розовенькая с голубым оттенком это в основном у малышей кончик клюва не обязательно что будет черненький смотря какая расцветка по характеру попугайчик абсолютно спокойно смотрите сейчас я вам покажу вот я ему руку подвожу как он реагирует на мою руку вот пожалуйста он садится вот вам и назад в общем берем такого вот малыша и начинаем его приручать как будем приручать можно погладить его можно еще что-нибудь там потрогать как хомячка первое время надо так также вы даете ему руку свою и зимой с удовольствием идет на руку вот он то есть абсолютно абсолютно другое поведение не то что как обычные волнистые во первых он менее кусучий я бы сказал он абсолютно не кусается вы сейчас сами видите они гораздо спокойнее эти попугайчики ну я бы сказал вот такие вот они более доброжелательные значит здесь крылышки у них обязательно должны пересекаться сейчас покажу вот видите крылышки не видите минутку вот если отсюда смотрим крылья у него пересекаются то есть у обычного волнистого крылья расположены у нас вот таким образом из-за того что длина тела позволяет а у этих представителей длина тела чуть короче и крылышки пересекаются между собой вот здесь в конце это говорит о том что он более подходит под этого породистого выстрочного попугайчика а так все хорошо еще главное обратите внимание когда будете выбирать своего питомца чтобы у него под хвостиком сейчас вам покажу где это просто вот так берете переворачиваете и смотрите чистоту ведь как вцепился чистоту его попки вот пожалуйста ведь у нас тут все чистенько все хорошо особо он не кусается так немножко балуется со мной в общем так вот такой вот у меня питомец появился забавный крупный хороший попугай здоровый увесистый значит что касается приручения приручения начинаем потихонечку вот прям сегодня первый день грубо говоря у меня я уже в первый день начинаю с птицей то ли погладить ее то ли пальчик ему дам чтобы он посадил посидел на пальчике также можете насыпать корм на ладонь и предложить ему корм он когда проголодается обязательно будет кушать такие вот щечки у нас классные со временем будем искать ему подружку поищем если у кого-то есть знакомые заводчики мне нужна будет ему подружка тоже молоденькая месяца 34 от силы 5 вот будем разводить таких крупных попугаев подписывайтесь на канал будем все это мониторить наблюдать пока в данный момент в клеточке у меня оборудовано три палочки я ему сделал вот три палочки в дальнейшем сделаем качельку лесенку зеркальца повесим как подружка появится зеркальца уберем кто будет учить разговаривать в принципе тоже можете зеркальца повесить ничего страшного в этом нет вот такой вот попугай появился сейчас еще раз снимем его он абсолютно не боится я не скажу вам что он ручной изначально ко мне пришел нет он не ручной просто такой у него характер спокойный общительный попугай и еще эти попугаем пока маленькие они в основном спят сейчас он в подъезд на жердочку сядет и уснет то есть вы не пугайтесь это вполне нормальное явление для малыша такого вида попугайчик а вот и он звуки издал может пока подружки нет научу его разговаривать если получится ну так вот по поводу корма данный вид попугаев любит очень стандартную зерносмесь но с добавлением канареечного семя то есть в вашей смеси для такого попугайчика должно быть просто желательно двух трех сортов овес семечки и канареечное семя и по возможности я бы вам порекомендовал от себя добавлять еще лен лен улучшает пищеварение попугаев канареек амадин но м1 и не особо лен едят а это вот так ведь какой прыгает слева направо это вот что касается моего приобретения на ярмарке также я на этот год заготовил себе три пары новых волнистых которые уже у меня доморощены сейчас я вам покажу небольшое племя моё вот друзья смотрим здесь карела мальчик ищет кстати тоже девочку а вот это 6 волнистых попугаев обыкновенных но у них расцветка мне вот понравилось мальчики синие а девочки видите у некоторых белые крылья что-то похож на радужную самочку то есть посмотрим что из этого получится будет три пары в вольере будем разводить как было по три пары то есть не стайно не одиночно три пары сделаем такой эксперимент посмотрим какая пара как себя покажет в этом году это помимо всех остальных волнистых вот хочу сделать такой один отсадил родились вылупились правильно сказать да эти птицы у меня в двадцать втором году весной сейчас у нас на дворе 23 год тоже весна 1 марта 2 марта скоро будем готовить домики ставить устанавливать чтобы птица разводилась пока кормим пророщенным зерном это пророщенная пшеница пророщенные семечки овес даем ветки птицы очень любят почки фруктовых и прочих деревьев то есть ограничений по дереву нет все они кушают хорошо по кору объедают почки объедают ну про этих волнистых будем отдельно наблюдать смотреть все друзья всем всем всего хорошего до скорой встречи на моем канале и и и и и и и и